Сейчас хочу передать литературный микрофон Дмитрию Гостищеву. Дмитрий Александрович, пожалуйста, ваше литературное открытие. Этот год в моей жизни оказался щедр на хорошие книги и даже на литературное открытие. Но выделить хотел бы двух авторов, с которыми я начал знакомиться именно в этом году. Они совершенно разные. Это Стефан Цвейк и Захар Прилепин. То есть один Прилепин наш современник, современный писатель, а Цвейк, то есть вы все знаете, живший в начале 20 века. Сначала Стефан Цвейк я прочитал сборник новелл «Письмо незнакомки». Это очень сентиментальная, пронзительная проза, по многому посвященная женщине, зачастую написанная от лица женщины и скорее подходящая женщина. Но она, я уже сказал, настолько пронзительная, настолько там обнажены все чувства, все события в жизни героев, их переживания, что меня это не оставило равнодушным. И я обязательно продолжу знакомиться с творчеством Цвейка. Прилепин – это совершенно другая проза, зачастую грубоватая, как он сам говорит, пацанская. Но я рассмотрел за этой грубоватостью и удалью, скажем так, переживания, опять-таки переживания героев, которые, совершая хорошие и нехорошие поступки, видя, наблюдая за жизнью страны, своих друзей, страны, как бы делают какие-то умозаключения, и часто, которые совпадают с моими собственными выводами. А иногда и не совпадают, но мне очень интересно следить за ними. И во многом я даже, как бы, начинаю больше понимать своего брата, который ближе к этим молодым героям. Спасибо. И тебе спасибо.